Продолжение следует... Такого двойного прессинга из бутерброда Виктор Абиньо, что оценивать скорости по ходу этого олимпийского турнира нужно с определенным коэффициентом. Прострел, будет удар? Нет. Марчелес помешал Исаку, подобрал мяч от Эдембинги, назад под передачу, навес, опасно. Думал, что делать с мячом, в конце концов просто ногу под него подставил. Справа абсолютно свободен партнер и нужно играть с ним. Набирают скорость нигирейцы под штрафную. А Дембинги под удар. И удар хороший. И Дембеля оказался серьезнее, мощнее и так далее и тому подобное. Но к реалиям этой игры уже мы разобрались, как устроена игра сборной Нингерии в атаке. На острие Адембинги, под ним Акбуки. Низованность сборной Нингерии в этом смысле она нетипична для африканской команды совершенно. Конечно, здесь нет. Тот самый, про которого мы слыхали, что он переходил в локомотив, но он так и не перешел. Уже перешел, говорили. Уже перешел, но не тот локомотив. Ну давай поглядим. Ну давай поглядим. Во-первых, тут он мяч не очень хорошо принял, хотя включился в борьбу. И его смутили по-серьезному. А что касается сборной Кладзивара, все-таки это не так, команда, которая... Команды очень организованные, что очень взрослые. И мы об этом говорили. Я не мог прийти к ответу, кого считать фаворитом. Играют с такой любовью к игре, вот сейчас идти и другие, что просто удовольствие смотреть на это. Акоронкова набирает скорость. Ходишь на твою площадку, сейчас будет вам. Играет вперед, это Акоронкова. Играют все время. При этом в заявке 18 человек. И любая... И, кстати говоря, это был Ажилор, подстраховал. Кстати говоря, он что-то все так подстраховывает. Ситуация требующая чтение. Да-да-да-да. Это его, да. Ох, рывок каков! И обошел один в один играючи бельгийца. Входит в штрафную. Чуть-чуть, по-моему, Акоронкова. И остальные все-таки Акоронкова... Атакующий турист из Бурлингерии. Он такой немножко деревенский игрок. Видно, что он умеет. Но он такой сыроватый какой-то, да? Вот, знаешь, что делать в следующем... У Акоронкова получил... У Аконкова получил... Слушай, Аконкова на Акоронкова. Акоронкова куда-то еще в штрафную. Здесь Аден Винги. Акоронкова... Расскажу вам. Акоронкова. Самая большая проблема Акоронкова вовремя с причем расставаться. Вот сейчас, смотрите, он снова помогает Атаке. Включает к Атаке Кайту. А вот у Акоронкова. Забрасывается мяч в штрафную на Аден Винги. Особенно вот был показательный момент в матче с голландцами. Там дополнительное время. Акгойр имел момент. Да! Атака Нигерии продолжается. Пас в штрафную. Ну что ж ты не бьешь в ворота? Забыл ударить. Чем опасно? В связи с ударом. Атаки были опасные. Но самая опасная атака у ГРУ, пожалуй, именно она. Вот она осталась без удара. Акоронкова. Выбор игроков атаки у Сиа-Сиа. Так, пожалуй, правильнее еще сточнил. Здесь есть его имя. Огромен. У него есть и Акбуди, у него есть еще и Виктор Анишебе, который играет в Великобритании. Мяч, по крайней мере, остался у Сатурна. Акоронкова. Навес на топича. Удар! Акоронкова. Навхушев набирает скорость по флангу. Ну вот, надо чуть, может быть, даже раньше можно было сделать передачу. Игонин. Акоронкова. Ласьков. Акоронкова в окружении троих соперников сохраняет мяч. И пас с пяткой по делу, по-моему, впервые в этом матче. Мы видим его на правом фланге. Вот он с мячом. Стеночка. Акоронков в штрафной. Прострел! Ангва. Ласьков. Тут же моментальная передача в касание на форварда. И входит в штрафную топич. Ну и здесь уже успел на него выдвинуться Сабитов. К тому же есть страховство. Значит, я себе вот наконец предложил Акоронкова. Рядом с ним защитник. Пас. Ласьков. Удар! Гол! Вот еще раз смотрим. Рыма Игби ответственен вот за эту неудачу. Химчан. Он работал с Ласьковым. Он остался стоять на месте, когда Ласьков сделал уже два шага вправо. И только потом 23-й номер Химок среагировал. Ну и браво Соломон Акоронкова. Это он. Топич. Акоронкова пошел нахуй, чтобы забегание. Полотерствует Акоронкова на одной бровке. А между собой практически не встречаются. Коряка и поехала нога. Недобрый момент. Но продолжается атака Сатура Акоронкова. Ну и теперь, конечно, поставит Хорошенко пенальти. Может быть, даже желтую карточку покажет. Вот это, как говорится, баш на баш. Да, и желтую карточку вратарю. Не красную, потому что уходил от ворот в любом случае Акоронкова. Топич. Вот оно решение принятое. Абсолютно правильное. Передача. Тут динамовцы требуют офсайт. На этом повторе очень трудно сообразить. Перепрыгивал через ногу Акоронкова. Или действительно был контакт. Да, я подозреваю, что пополам примерно поделится. Акоронкова. Сейчас ошибся Ковальчик, конечно. Так выдергиваться на мяч было довольно опрометчиво. Ну и можно пытаться обыграть. Там подстраховки-то нет. Дождался Напушева, тем не менее. Соломон Акон назад. Да, готовит вот эту передачу свою знаменитую. Из глубины на ход. И Напушев стартовал, разогнался. В момент набора скорости Аконов делал передачу великолепно. Но и динамовцы там сыграли неплохо. Иванов с мячом. Передача падает. Как сразу тревожно, наверное, да, там, болельщикам Раменского Сатурна. И вроде бы ничего особенного. Вроде бы не так опасно. Надо понимать, на левом фланге обороны. У московского Спартака серьезные потери. А в составе связаны и с травмами, и с дисквалификациями. Об этом чуть позже досмотрим эту атаку Сатурна. Казалось бы, сейчас опасный момент. Акоронкова. И, наверное, был кинуть. Нет? Нет. Возмущает Сламона-Коронкова. Точно так же, обращая свое возмущение к боковому арбитру, Дмитрий Ласьков негодует. Но Владимир Питай и его ассистент на линии. Сейчас мы посмотрим за развитием этой комбинации. Но здесь, вообще говоря, было положение вне игры. Строго так говоря, вот так между нами, да, девочки? Получал мяч от Ласькова. Пусть даже в одно касание. Тонко сыграл здесь Дмитрий. Андрей Коряков. Мяч в позиции. Иного слова, как кризис, в общем. Продолжение следует. Продолжение следует.